В воскресенье ночью Клинская делегация вернулась из Великого Устюга. На родине Деда Мороза наши 12 месяцев поздравили главного зимнего волшебника с днём рождения и пригласили в Клин на традиционный новогодний карнавал. Съёмочная группа ТНТ Поиск сопровождала ребят всю поездку. О впечатлениях мы узнаем прямо сейчас. В нашей студии моя коллега Карина Харитонова и один из 12 месяцев Слава Плохотин. Здравствуйте! Карина, я знаю, у тебя будет целая серия репортажей о путешествии в сказку. Но вот всё-таки какое твоё самое яркое впечатление от поездки? Здравствуйте, Олеся! Всё наше путешествие было очень ярким и увлекательным, но самым ярким впечатлением осталось всё-таки от самой встречи с Дедом Морозом. Впервые мы увидели с ним, когда нас пригласили на специальную конференцию на вочине Деда Мороза. Там встречались и наш Дед Мороз, и владыка холода из Якутии Чисхан. Очень такой тоже яркий и патажный персонаж. Я, честно говоря, даже побоялась к нему сначала подходить. Но об этом в новостях вторника. Но всё-таки что-то останется наверняка за кадром. Но вот нам бы хотелось узнать, что останется за кадром? За кадром, конечно, осталась подготовка детей к встрече с Дедом Морозом, их волнение, переживания. Они готовились даже в дороге. Они репетировали в автобусе, а ехали мы в 18 часов. Они повторяли гимны Клинского посольства. Они учили стихи, танец с колокольчиками. Мы приехали ночью, и так вот утром, сразу после завтрака, они снова начали репетировать. Они делились между собой представлениями о нём. Обсуждали его. Ну, в общем, очень переживали и хотели уже поскорее увидеться с главным зимним волшебником. Но об этом лучше, наверное, расскажет месяц ноябрь. Слава, вот действительно, очень было волнительно, очень хотелось поразить Дедушку Мороза. Да, мы очень хотели поздравить Дедушку Мороза с днём рождения и порадовать его нашим выступлением. Мы немножко волновались, конечно, перед выступлением. Было очень много людей, много было очень людей, которые выступали на сцене вместе с нами. Мы вышли и сразу увидели, насколько много людей. Стояла вся улица людей, и там просто все были радостны. И мне сразу стало весело. Я смотрела на людей, с каким они восторгом смотрят на нас. В общем, у Клинского посольства всё получилось, да? Да, всё получилось, всё было очень хорошо. Выступили отлично. Конечно, у нас было восхищение просто от выступления. Слава, ну а в целом, ты сейчас можешь сказать, что ты побывал в сказке? Да, могу сказать, что мы побывали в сказке. Очень хорошая погода. Там было, конечно, холодно, вот. Но на то он и Великий Устюг, потому что он великий. Там Дедушка Мороз правит всем Морозом, вот. Какое твое самое яркое впечатление, которое ты увёз с собой из Великого Устюга? Моё самое яркое впечатление, это когда мы были на вочине Деда Мороза, мы были в его доме, вот. И он попросил нас петь песенку. В лесу родилась ёлочка. Мы пели песню, и ко мне подходит наш педагог, преподаватель, и говорит, «Выйди к нему и пригласи Дедушку Мороза к нам в Клин». Я сначала разволновался, не знал, что говорить. Вышел его и приглашаю к нам в Клин, и он к нам должен приехать 17 декабря. Но он сказал, пообещал приехать. Он пообещал приехать и сказал, чтобы мы были на готове и ждали его. Отлично. Ну, а теперь я предлагаю нам всем вместе посмотреть первую серию путешествия «Великий Устюг».